Проходите, пожалуйста, изделия ручной работы у нас представлены. Вот это как раз-таки мы внутри башни Дона. На побережье Балтийского моря в районе бывшей Восточной Пруссии, включая сегодняшний Гданьск, находились большие залежи янтаря. За все эти века, как янтарь начали находить, производились уже в средние века такие чудные, все различные произведения искусств. Янтарь это на самом деле не камень, а вот такая оранжевого цвета смола деревьев, которые были высотой до 300-400 метров. Последнее предложение очень интересное, что в янтаре встречаются различные фрагменты янтареносной сосны, кора, древесина, хвоя, органы размножения, генеративные органы. Вот так выглядят различные включения, отпечатки. Здесь представлены различные виды янтаря, как это, соответственно, все выглядело. Вот, например, на стволах деревьев. Деревья были, как я уже говорил, намного больше, крупнее, до 400 метров высоты. Смола выделялась в большем количестве. Еще одна витрина с различными формами, которые создала сама природа за миллионы лет. Вот так янтарь выглядит, если он окисляется, если он долго лежал на солнце, так же ультрафиолетовые лучи влияют на прозрачность янтаря. Шикарно. Люди назвали почему-то это янтарем. Интересно, на самом деле, происхождение этого слова, этимология его. Самый крупный янтарь в России, добытый в 60-х годах XX века в поселке Янтарный. Вес 4 килограмма, 280 грамм. Разные украшения из янтаря, которые были уже изготовлены в Древней Руси. И вопрос всем знатокам, как на Руси назывался янтарь. Подсказка Алатырь. Написана коллекция интерных изделий 15-18 веков, хранившиеся в собраниях Кёнигсберга и была утрачена в годы Второй мировой войны. Сохранились лишь краткие описания и черно-белые фотографии, представленные монографией хранителя художественной коллекции замка Альфреда Роды. Про Роды там отдельная история, мистическое исчезновение этого человека. Реставрация бокала была проведена в 2008 году. Также, включение серебра присутствует. Произведения искусства такие. Вот, например, данная фляжка с крышкой. И по краям вот этой крышки представлены такие львы. Вот так вот выглядела янтарная комната, которая исчезла в Кёнигсбергском замке. Была вывезена из Екатерининского дворца под Петербургом и хранилась до начала 1945 года в Кёнигсбергском замке. И потом она исчезла. До сих пор куча легенд. Уважаемые знатоки, кто правильно ответит на этот вопрос, что здесь зашифровано вот в этих буквах, тот получает приз. На самом деле в Кёнигсбергском замке хранились также различные изделия из янтаря. Вот, например, данная кружка, которая датировалась 17, концом 17 века. Её тогда сделали, изготовили вот такое произведение искусства. Во время, соответственно, штурма Кёнигсберга многие подобные произведения искусства, включая янтарную комнату, исчезли. Копия была произведена в 1985 году. И опять же, видимо, по тем же снимкам того же Альфреда Рода, который был самым фанатичным поклонником янтаря. Заметьте, доска также из янтаря сделана. У слона какая-то очень здоровая голова. Ну, на то он и слон третий в первом ряду. Рассказывай, что это такое. Это жетоны. Это значит, можно было приобрести за небольшие деньги право на вылов янтаря в определённое месте. Например, в Кранце, это Зеленоградск. Или, например, недалеко от Пилау, это нынешний Балтийский. И вот за эти денежки давался жетон, который давал право ловить янтарь. Просто так янтарь нельзя было давать. И янтарь, когда вылавливали, нужно было сдать государству в течение 24 часов после вылова. Здание государственной янтарной мануфактуры в переулке Сидельщиков 6, Кёнигсберг. Произведение Кёнигсбергской мануфактуры XX века в духе братьев Гримм. Произведение, опять же, Кёнигсбергской мануфактуры. Портсигар, да, ну и также пепельница из таких же прямоугольных кусочков янтаря. И всё это отсылает к 30-м годам Баухаусу архитектурной стилистики Германии. Бренненштейн, камень-уголь. Такой лось установлен советски. Какой-то особый тильзитский лось. Модель атомного ледокола Ленин, выполненный в 1960 году из янтаря. Часы эпохи 1960 года, так же как и атомный ледокол Ленин. Такая ваза очень хорошо вписалась в экстерьеры ВДНХ. Туалетный прибор, 1954 год, янтарь-дерево. Данная экспозиция уже рассказывает про то, как янтарь сортировали и перерабатывали различные украшения. Например, такие буксы из прессованного янтаря. Современные изделия из янтаря и украшения. Очередная загадка, что это такое. Небольшая подсказка, конечно, жители Петербурга не участвуют в этой викторине. Табличка, вмурованная в башню Удона. Здание состоит на государственном учете, охраняется законом. Продолжение следует...